Практика консультирования жителей Ленинского района специалистами существует с 2014 года. Такое взаимодействие горожан с представителями разных ведомств за годы работы многопрофильного консультационного пункта зарекомендовало себя с положительной стороны и приносит видимые результаты. Здесь привыкли задавать прямые, а порой острые вопросы руководству района, представителям здравоохранения, образования, правопорядка, соцзащиты, коммунальных и дорожных служб, точно зная, что ни один из них не останется без внимания и ответа. Если обращаются люди, значит, нужно сказать, или это будет сделано, или это не будет сделано в ближайшее время. Если это не будет сделано, то почему и когда будет сделано. Если это сделано, то тоже конкретно когда будет сделано. Ну, то есть, наоборот, я считаю, что это более конкретный разговор, чем, скажем, по телефону, горячая линия или письменно. За время приема граждан в многопрофильном консультационном пункте на базе ЖС-2 были даны разъяснения по 23 вопросам. Заявители интересовались благоустройством территорий и асфальтированием дорог, просили профессиональной помощи в разрешении споров с беспокойными соседями и организациями досуга подростков, благодарили за быстрое реагирование на обращение, консультировались по медицинским вопросам. У меня сегодня две проблемы, с которыми я сюда пришла. Это первая проблема медицины. Я целенаправленно шла к Сергею Викторовичу Кляусу. Я его уже давно знаю и вообще мне нравится, когда я с ним решаю вопросы. Вот я сегодня подошла, мне надо было чисто проконсультироваться по поводу лечения. Он мне дал ответ и сказал, что если какие-то будут проблемы, то он окажет помощь. Ну и второй вопрос к начальнику РВД. Это вопрос, так сказать, личный. Я жду очереди, хочу подойти. Самая главная проблема, что с молодежью никто не занимается, а милиция переадресовывает все вопросы в ЖЭС почему-то. Вот это меня удивляет. Как показывает практика прошлых лет, формат прямого обращения граждан с личными вопросами к компетентным специалистам дает возможность незамедлительно реагировать на ситуацию. Только прямой контакт. Я скажу, что, наверное, ну, конечно, прямые линии, они более доступны или, скажем, просты, но прямой контакт можно чувствовать, как говорится, непосредственно эмоции, переживания и все остальные характеристики, вот непосредственно общение с заявителями. Я всегда абсолютно стараюсь участвовать в таких вот форматах работы, потому что для меня это очень важно. Я здесь напрямую, ну, я каждый день напрямую общаюсь с населением, я всегда доступен в любое время, скажем так, в свое основное рабочее время, я еще остаюсь после работы общаться. Но здесь вот есть дополнительные, есть возможность общаться вне поликлиники и напрямую, по сути дела, узнать проблемы, которые волнуют жителей нашего города, не только нашего города, но в рамках медицинского обслуживания населения. Для меня это очень важно. Я на это, конечно, естественно, оперативно реагирую. Непосредственный диалог горожан с руководством – это действенный способ решения проблемных вопросов. Итогом обоюдного сотрудничества сторон является улучшение качества жизни горожан.